мои дорогие сегодня мы поднимаем с вами важную тему а именно как улучшить отношения в паре что нужно сделать такого волшебного и магического для того чтобы эти отношения продлились как можно дольше и были главное услышите мне сейчас комфортными то есть не просто вот сказать я хочу быть счастливой в отношениях потому что быть счастливой каждый может в это вложить что-то свое что-то подразумеваешь под быть счастливой испытывать яркие эмоции это начинаем ты называешь быть счастливой до или быть очень богатый в паре или родить много детей что для тебя будет являться вообще таким символом счастья я бы лучше вот так сказала эти отношения должны быть очень комфортными и операция именно нужно на это слово не на аффекты она некую стабильность и комфорт да в этой стабильности есть свои нюансы там есть обратная сторона может быть периодически скучновато и так далее но на это и существует психология да и на это и существуют самые разные приемы для того чтобы понимать как разнообразить эти отношения и так главное первое правило самое главное это говорить друг с другом то есть заходить вот в эту конфронтацию а если мы говорим про конфронтацию про некий конфликт нужно очень очень грамотно мало того что вы всегда даете своему человеку своему близкому до высказаться вы его никогда не перебивайте примут возьмите себе это за вооружение дать человеку выплеснуть свои эмоции не затыкать ему рот выслушать от начала до конца все то что он хочет вам сказать а уже только потом и для того чтобы не сорваться потому что порой это очень трудно когда ты заходишь в этот эмоциональный коридор тебе тоже на и тоже начинает изо всех сил хотеть отец и орать и драться и как-то возникать да я не знаю кому то может быть хочется и посуду бить и так далее и и вот здесь надо сказать себе стоп сделать шаг в сторону выйти из привычного потока эмоциональным и дать человеку проговориться если речь сейчас непосредственно идет о конфликте да как их решать потому что их решать нужно правильно обратите внимание что большинство пар расстаются по той простой причине когда ты начинаешь с ними разговаривать да они говорят о том что мы перестали говорить то есть каждый стал жить немножко своей жизнью и когда каждый начинает жить своей жизнью высвобождается то самое пространство в котором очень легко переключать внимание на другого человека потому что если мы будем говорить статистически это 90 процентов развода появился кто-то третий и чаще всего конечно же это мужчина то есть у мужчины появился кто-то а почему этого мужчины появился кто-то потому что появилась та самая какая-то незакрытая потребность та самая какая-то зияющая так сказать площадь которая стала удовлетворяться где-то там на стране соответственно чтобы этого не происходило важно уже на берегу решать эти все вопросы а именно говорить мало того что вы говорите в принципе на все темы старайтесь поднимать все тему потому что очень часто я слышу от недавно даже кого-то интервью какое-то слушала и он говорит я со своей женой не обсуждают тему политики я со своей женой не обсуждаю вообще свой бизнес ну и зря ну и зря то есть твоя жена это в принципе твой самый близкий человек с которым это твоя в некотором смысле правая рука это то с кем ты делишь все поэтому лучше лучше все темы вообще которые есть в вашей жизни разделять с вашей второй половиной то есть это должен стать ваш близкий друг это должен быть действительно близкий человек с которым вы обсуждаете все универсальный базовый тренч как черное маленькое платье нужен каждой девушке и найти тот самый идеально подходящий для себя не всегда просто мне удалось найти такой в бренде for forms классический крой и отличная длина делает его подходящим к любому образу будь то повседневный лук с кедами или кроссовками или романтический стиль сочетание с платьем и каблуками но что самое классное такой тренч подойдет девушкам разных фигур потому что бренд с особым вниманием относится к размерам класса из в их линейке представлена одежда от 42 до 68 размеров думаю многие согласятся что найти красивые стильные они бабушкины вещи в размерах больше и довольно сложно наш внешний вид транслирует кто мы и что хотим о себе заявить если мы хотим чтобы с нами считались или больше платили а при этом прячемся за серыми балахонистыми вещами вряд ли другие разглядят наш богатый внутренний мир начните проявлять себя в том числе через одежду бренд for forms как раз показывает как это сделать сейчас у них вышла классная яркая весенняя коллекция розовый бомбер цветные кеды кардиган с сердцами что я вам рассказываю вы можете сами зайти к ним на сайт и все посмотреть доставка по всему миру а если есть возможность прийти к ним магазин они есть в москве и питере то настоятельно рекомендую это сделать там вместо консультантов работают стилисты и они бесплатно подберут вам разные образы под ваш запрос отличная новость для девушек невысокого роста у бренда периодически в магазинах работают швеи которые подошьют выбраны вами вещи до нужной длины тоже бесплатно в описании к видео оставляю ссылку по которой вы найдете приятные подарки от бренда скидку 20 процентов на первую покупку и гайд для определения своего типа фигуры да есть некоторые нюансы где вы что-то недоговариваете например вы не все рассказываете что вам рассказала ваша подруга или вы не все рассказываете в ваших взаимоотношениях с мамой и так далее я писал очень много на эту тему в своем телеграм-канале да да и все же старайтесь чтобы не было таких пробелов потому что эти пробелы он будет удовлетворять в другом месте и мы не хотим с вами этого допустить чтобы ему было с кем-то интереснее более интереснее чем с вами это сейчас касается как в одну так и в другую сторону как для мужчин я говорю так и для женщин имейте это в виду поэтому это какая-то такая обоюдная игра и нужно понимать что здесь очень важно вот это иметь это сохранить эту равноценность равновесностью то есть это игра в пинг-понг то есть каждый должен от отбить мяч каждый должен поддержать эту игру каждый должен бросить свою какую-то щепотку в этот огонь забросить свои дрова потому что если будет неравноценная неравновесная игра эти отношения будут страдать не должно быть такого 80 на 20 что вы в отношения вкладываетесь а ваш партнер нет такого быть не должно и за этими вещами нужно следить дальше за этими вещами нужно следить сразу не дальше нужно вот как только вы начали встречаться постараться именно трудиться над вашими отношениями не хочу сказать что это какой-то адский труд но вот эту составляющую нужно тоже иметь в виду что вы надо надо отношениями работаете они не происходят сами по себе вы в них вкладываете все все свои внутренние ресурсы и время и возможные деньги да и ваши какие-то и чувства и эмоции так далее так далее так далее ваши какие-то рекомендации ваша помощь вы вкладываетесь ровно как и ваш партнер соответственно вот эта идея копить она опрометчиво старайтесь ничего не копить чтобы не было такого что вы в себе вынашиваете эту злость какую-то вы внутри себя перемалываете эту обиду и вот идут какие-то недомолвки не и какие-то да что то тут не сказали там не сказали сегодня завтра послезавтра это как снежный ком тащит за собой еще и еще череду каких-то проблем поэтому старайтесь здесь и сейчас сразу просить я понимаю многие мне пишут о том что вот не могу здесь и теперь отреагировать в конфликте всегда эта мысль приходит постфактум их надо было вот это сказать как зря вот это не сказал это нормально просто вы это пожалуйста не затягивайте в ближайшее время обязательно это обсудить и почему потому что мы социальные животные вспомните у кого есть кошки собаки если вы сейчас же им не скажете что нельзя писать на ковер через какое-то время они это не поймут это будет сложно сделать то есть реагировать нужно как можно быстрее вот в отношениях то же самое то что когда-то вы вспомнили через 10 лет стали чего он скажет и это все придумала зачем ты сейчас там на меня наговариваешь не было такого не преувеличивай поэтому лучше здесь и теперь друг друга как бы хватать за руку и говорить что любимым чудо мне вот было неприятно вот это давай мы будем в другой раз делать это вот посмотрите я много раз говорила о том как заходить конфронтацию старайтесь говорить прежде всего про себя мне было неприятно мне было больно мне было обидно я испытала какую-то ревность и так далее вы как бы приучаете своего партнера ровно то же самое делать в ответ потому что он также может замалчивать то что его не устраивать просто потому что у него нет этого навыка в его семье так не происходило никто возможно не папа не мама не общались друг с другом более того они жили как соседи разошлись в разные комнаты потому что тогда в советском союзе трудно было это все разменять развестись это было сложно и очень часто люди не решали эти внутри личностные какие-то межличностные конфликты они просто как соседи разъезжались по комнатам и даже не здоровались годами жили вот как кошка с собакой зачем нам это нужно нам это ни в коем случае не нужно и самый главный упор на то что нужно делать это разговор мы очень много говорим очень много говорим так значит следующее такое важное про и правильно заходить в ту самую конфронтацию я чувствую это когда ты делаешь это когда ты делаешь это я чувствую вот это то есть больше опираться на свои какие-то эмоции и сразу говорить что я хочу взамен потому что когда вы оставляете человека с тем что вам просто это не нравится вам просто это обидно то желательно предложить ему альтернативный паттерн какие-то другие способы решения этой ситуации то есть чтобы было как потому что очень часто вроде бы простые вещи но они выходят из поля сознания и ты действуешь на каком-то автоматизме и вот чтобы не было этих автоматизмов вы сразу все нормально у меня с микрофончиком вы сразу это проговариваете как вы хотите вместо этого да допустим вместо этого следующий очень важный момент который никто вам никак не один психолог это не распишет и не пропишет по дням или по часам это контроль это то насколько надо друг друга контролировать или не надо здесь никто вам не скажет четко вот знаешь что никогда не задавай этих вопросов ты никогда его там не спрашивай где ты был вообще его не контролирует контроль должен присутствовать абсолютно точно потому что мы люди существа такие у нас самосознание она она не настолько а включена скажем так в эту реальную жизнь чтобы мы не воспользовались какой какой-то возможностью сходить и куда-то уехать что-то сделать противоправное да нам где-то хочется задержаться нам хочется куда-то там куда-то звонить нам что-то хочется купить мы мы можем развратиться в отношениях если мы не будем друг друга контролировать но вот этот контроль очень важно понимать и чувствовать когда его много когда ты уже душишь своего партнера когда им становится уже тяжело в этом во всем и хочется от этого сбежать да а когда этого достаточно для того чтобы иметь чтобы держать руку на пульсе что называется то есть он обязательно должен вносить этот контроль и держать эту руку на пульсе и вы в свою очередь ровно так же держите руку на пульсе то есть не должно быть такого что вы всецело доверяете вот продаверие вот доверие и контроль, да, они вот коррелируют друг с другом, доверие и контроль. Посмотрите, здесь нет стопроцентного доверия, но и нет тотального контроля. Как это совместить, почувствовать можете только вы. Меня нет сейчас рядом с вами, мы не проводим с вами семейную терапию, чтобы было легко продиагностировать, в каком моменте вы передавливаете. Соответственно, все остается на вашу ответственность, на ваше усмотрение. Насколько вы можете включить это доверие, насколько вы можете включить этот контроль. Это некий такой баланс, потому что если вас распустить, вы тоже распуститесь. Любой человек распустится. Поэтому вы не знаете сами, как вы поведете себя в той или иной ситуации. Мы себе иногда порой не можем доверять. Поэтому трудно, многим трудно удержаться от каких-то соблазнов. Соответственно, если вы предоставляете друг другу какую-то всецелую свободу, ни к чему хорошему, как показала практика, это не приводит. Мы должны друг друга в меру контролировать. Мы должны иметь вот эту маленькую нотку недоверия. Она не должна переходить в какую-то паранойю. Это не должно иметь какие-то психиатрические оттенки. Но здоровый такой контроль, он должен присутствовать. И это нормально. Вот тут вот нужно очень важно это понимать. Соответственно, вот этот момент. Следующий момент, я так поэтапно, поэтапно. Значит, очень важно подходить к отношениям прагматично и реалистично. Как мы уже говорили, вот эти все идеи, что уходят чувства, надо разводиться. Счастлив ребенок только тогда, когда счастлива мама. Это слишком категоричные суждения, слишком такие яркие заявления, которые под собой не имеют этого основания всецело. Соответственно, нужно понимать, что и зачем следует. Нужно понимать, ага, я не планирую иметь много мужчин в своей жизни. Я не хочу разводиться каждые пять лет. Совершенно логично то, что мы будем друг другу надоедать, что захочется какого-то разнообразия. И я это должна понимать, да, что действительно уходят эти яркие-яркие страстные какие-то эмоции. И это нормально. Вот я к тому, чтобы вы были реалистичны. Более того, вам может казаться, что там где-то больше и толще, а у меня какое-то маленькое и худенькое. И там вот абсолютно реально все лучше. Надо это бросать, срочно бежать туда. Будьте более приземленными. Я не хочу сейчас каким-то образом призывать вас к тому, что вы занижали свою самооценку, да. И вместе с тем все-таки, да, успокойтесь, возьмите некоторую такую паузу и взвесьте все за и против. Без ярких каких-то категоричных заявлений. Потому что жизнь, она очень длинная, жизнь очень переменчива. И вот сюда же следующее такое важное правило, это не упускайте в развитии друг друга, пожалуйста. Потому что очень часто в парах один растет стремительно, а второй очень сильно тормозит. И тот, кто растет стремительно, изо всех сил гордится, как я вырос, нарциссично совершенно любуется собой, да, какой я восхитительный, и сейчас мой партнер меня не достоин. Вот, пожалуйста, не делайте этого, а обращайте внимание на то, чем занимается ваш партнер. То есть, если вы идете на курсы, предложите вместе пойти на эти курсы. Или предложите ему тоже альтернативный какой-то вариант, чтобы он тоже пошел на эти курсы. И вот если вы хотите посмотреть какой-то артхаусный фильм, возьмите своего любимого человека. Если он, так же просите его, чтобы он брал вас. То есть, вовлекайте друг друга в эту интеллектуальную, в том числе, активность, в эту профессиональную активность, чтобы не происходило такого, что один стремительно растет, а второй остается где-то в тени и ползет. Вот это супер-супер, очень-очень важная штука. Следующее правило, которое тоже будет присоединяться к этому, про любовь к себе. Безусловно. Нужно очень себя любить. Но это не должно перерастать в какую-то абсолютно уже форму, да, такую какую-то изрядно истероидную, да, что ли, что все внимание должно быть сосредоточено исключительно на вас. Вы помните про то, что и он, да, или она тоже есть. То есть, ни в одно жало, чтобы шла эта любовь, но и чтобы не было вот этого самопожертвования, и чтобы не было вот этого какого-то жалкого поведения, где вы в отношениях растворяетесь, всецело отдаете себя, да, кладете вообще голову на плаху, или как она там называется, куда она там кладется. И, соответственно, тоже чувствуете вот эту меру, сколько нужно любить себя и уделять внимание себе, и сколько нужно любить вашего партнера, и сколько нужно уделять внимания ему. Тут тоже нас на какой-то, на какие-то весы будет сложно поставить, да, сложно будет разобрать, в чем именно это будет выражаться. Только вы сможете почувствовать, насколько вам нужно уделять внимание себе, любименькой, и сколько нужно будет уделять внимание вашему партнеру. Так, 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 так. Потому что очень часто в паре говорят, он сильно изменился, или она стала другой. Но она же не стала другой, или он не стал другим за один день. Но это же происходило годами. Так что происходило в это время, почему ты молчала? Я молчала, а почему ты молчала? Что случилось? Из каких собраний? Тебя откуда-то привезли из Нигерии, ты там сидела где-то в клетке у него и молчала. Или что? Почему ты молчала? Почему ты не сказала? Почему ты не принимала какие-то активные действия? Почему ты не решала этот вопрос? Или задать себе вопрос, что я предпринимала? Вот так. Вот так. Естественно, вы будете меняться. И это надо понимать. Так, так, так. Что я еще, мои любименькие, хочу сказать? Что еще я хочу сказать? Про взаимоотношения. Значит, взаимоотношения. Безусловно, ни одни отношения не похожи на другие. Каждое отношение по-своему уникальное. И только вы в своей паре можете найти какую-то мудрость, которая обязательно должна быть включена. Я не хочу, чтобы вы под мудростью понимали эту жертвенность. Что вот мудрость, это вот надо принести себя в жертву. Все, что нужно, как будто бы смириться. Мне не нравится очень это слово смириться. Мне не нравится, не надо смиряться. Надо это менять. Потом вот эта дурацкая какая-то идея, что не надо менять друг друга. Люди не меняются. Надо менять обязательно друг друга в отношениях. Потому что он шел по какой-то своей траектории в этой жизни. Рос в одних условиях. Он имеет свои представления. А вы росли совершенно в других условиях. Соответственно, два человека с разных планет встретились. И они должны говорить очень много друг к другу. Вопрос, как менять друг друга. А подойти, ударить его какой-то кочергой по голове. Кстати, кочерга у кого-нибудь есть до сих пор? Вот я сказала, кочерга. Может, и есть. У кого камин, там какая-то кочерга должна стоять. Да, иногда так раз, и какое-то старое слово выпрыгнет автоматически. И ты задумываешься, что никогда ранее вообще его не... Что ты говорил, все время не задумываясь над этими словами, на самом деле. Так вот, можно по башке ударить, да. А можно начать просто спокойно разговаривать на эту тему. И капелька камушек точит. Люди меняются. Меняются. У них есть некий внутренний свой корсет, некий стержень. Тип личности, понятно, характер, темперамент и так далее. Это все ясно. И вместе с тем, посмотрите, как муж с женой со временем становятся дико друг на друга похожи. Они говорят каким-то в одной тональности. И сутулиться одинаково, и по шарке шаркуют там левой ногой. Вот все очень схожее. Даже не потому, что они выбрали своих родителей. Он в ней увидел свою мамочку, а она в нем увидела свою папочку или отчима какого-то. В том еще, да, еще важная такая составляющая, что эти люди, они много лет прожили вместе и друг друга так обтесали. Они друг над другом так сильно поработали, так друг на друга повлияли. Но неужели на вас не влияют люди, книги, фильмы, сюжеты, истории какие-то? Неужели на вас не влияют какие-то путешествия? На вас все влияет. Тут как бы надо понять, что мы подразумеваем под тем, что может измениться, а что не может измениться. Потому что некоторые личностные черты, они такие очень жесткие, ригидные, врожденные. И они, да, может быть, будут меняться с трудом. И человек будет проносить свою самость по жизни. И вместе с тем вот какие-то отдельные моменты шлифуются, и их надо шлифовать, и это нормально. Более того, своего партнера надо периодически призывать к тому, чтобы он тоже говорил, как ему хочется, что ему хочется, и как он это видит. Это все очень важно. У меня, кстати говоря, в Телеграме много очень было различных практик, упражнений, игр для именно работы в паре. То, как вы можете друг с другом взаимодействовать. Очень много интересных техник. Поэтому обязательно подписывайтесь на меня в Телеграме, и с удовольствием вы посмотрите, прочитаете это все, и будете применять в реальности. Сколько всего интересного вы можете друг другу сказать. Вот главная такая опора, на что я хочу, чтобы вы опирались, это грамотно входить в конфронтацию, как можно больше говорить. Не иметь каких-то закрытых тем. То есть я на эту тему не говорю. Мы эти темы не обсуждаем. Но их должно быть по минимуму. По минимуму того, что вы не обсуждаете. В противном случае это будет очень сильно вас отдалять. Очень сильно вас отдалять. И быть все-таки, стараться быть реалистичным. Реалистичным. Ценить то, что вы имеете. Потому что очень часто кажется, как я вам повторюсь, что у тебя какой-то хлам, а где-то там принц какой-то на белом коне. Соответственно, не попадайтесь в эту ловушку. Будьте в этом плане более, так сказать, предусмотрительны, мои любименькие. Вот так. Что я хотела сказать. А, по поводу проекта. Меня спрашивают, когда у нас будет четвертый модуль. Он немножечко у нас оттягивается. Я вот здесь напишу, когда приблизительные числа у нас будет с вами проект. Потому что там были некоторые технические, так сказать, проблемы. И, соответственно, неполадки. Он немножечко оттягивается. Это я говорю своей группе, которая у меня три модуля уже прошла. Я знаю, у нас с вами впереди еще очень много модулей. Поэтому мы никуда не торопимся. Мы спокойным ходом все это с вами проделываем. Я вам дала большое количество домашнего задания. Вы его продолжаете делать. Пожалуйста, я сейчас к своей группе обращаюсь. Поэтому вот так. Соответственно, у нас она немножечко переносится. С моими поездками в Африку и прочими делами. У меня же есть своя личная жизнь, любимая личная жизнь. Смотрите, какие у меня очки интересны. Я стала покупать маленькие такие узенькие очки для того, чтобы смотреть вперед и смотреть, читать. Ты можешь спокойно читать и смотреть вперед. И тебя не укачивает. И все хорошо. Вот, мои дорогие. Ну, что я еще хочу сказать? Что я хочу сказать? Пойду прогуляюсь. Хотя на улице жарко. Может быть, я доеду до торгового центра лучше. Вот. И куплю мольберт. У меня есть картина из Африки, которую я привезла. Я ее так скрутила в рулончик. И хочу ее, это, уже ее запаковала в раму. Все красиво. Поставлю ее, я не буду ее вешать на стену, а я поставлю ее на мольберты. Я ее, кстати, показывала, кто у меня в инстаграме на меня подписан. Все, мои кисулечки, вас целую и обнимаю. До новых встреч. И подписывайтесь обязательно на мой YouTube. Несмотря на то, что его, наверное, закроют скоро, тогда обязательно подписывайтесь на мой ВКонтакте. Потому что ВКонтакте будет открыт. И я все ролики буду публиковать именно там. Вот так.